Друзья, коллеги, всем привет! Сегодня мы делаем разбор художественного перевода по заявкам наших подписчиков. Мы посмотрим перевод повести Джеймса Ганна, признанного мэтра жанра научной фантастики 20 века. Повесть «Прикладная магия» была написана в 1954 году. I sat there alone in the office for a long time, talking to myself the way I'd got in a habit of doing. Я уже давно сидел без дела у себя в кабинете, болтая сам с собой по привычке. Или просто болтая сам с собой, потому что о привычке речь у нас пойдет далее. И в принципе, эта вот часть предложения I'd got in a habit of doing, в принципе, никакой особой дополнительной мысли не сообщает, кроме того, что это была привычка. It was a bad habit, but it was better than listening to the spiders spinning their webs in the corners and across the door. Дурная привычка, знаю, но так все же лучше, чем слушать, как пауки плетут паутину в углах и над across дверью. По-другому здесь, наверное, не скажешь, кроме как над дверью. I sat there flipping a quarter because it was my last quarter and telling myself that if it turned up heads, I would walk out of the office for the last time and go down and spend a quarter for a hot dog and a cup of coffee and then start looking for some honest work. Подбрасывая на ладони четвертак свой последний, переведем так через тире, потому что английское because в данном случае какой-то особой причинности или особой способной нагрузки не несет, поэтому его можно опустить. Итак, подбрасывая на ладони четвертак свой последний, я решил или я сказал себе, если выпадет орел, встану со стула, запру кабинет, именно так переводчик предлагает перевести I would walk out of the office for the last time, потому что если мы будем говорить, что выйду из офиса в последний раз, это как-то будет странно звучать, непонятно. И, конечно, описывая более подробно события в деталях, встану со стула и запру кабинет, мы, в принципе, отражаем фатальность этого действия. Итак, встану со стула, запру кабинет, выйду на улицу, куплю себе хот-дог и кофе, понятно, что чашку. А потом отправлюсь, наконец, искать настоящую хонест работу. Так, давайте еще раз всю фразу. Подбрасывая на ладони четвертак свой последний, я решил, выпадет орел, встану со стула, запру кабинет, выйду на улицу, куплю себе хот-дог и кофе, а потом отправлюсь, наконец, искать настоящую работу. Что ж, коллеги, уже в первых трех предложениях мы видим такую сильную, интенсивную завязку действия. Герой находится на какой-то судьбоносной развилке, сидит один в кабинете, общается сам с собой, перед ним некая жизненная дилемма. И все это оттеняется, художественно усиливается ярким символом монетки. Конечно, такой текст захватывает и переводить его интересно и увлекательно. Но сколько бы я ни подбрасывал монетку, каждый раз выпадала решка. Или переводчик предлагает сократить первую часть и перевести просто. Но каждый раз выпадала решка, потому что, опять же, смысл многократного подбрасывания уже имплицирован в этом переводе. Finally, I let it lay on the blotter. Я плюнул, именно так мы передаем эмоциональность finally, и кинул монетку на бивар. Blotter – это бивар, папка для специальных промокательных, осушивающих чернила бумаг. Итак, я плюнул и кинул монетку на бивар. Кейси, you are dope. Кейси, ты придурок. You are telling me. Не говори. Ну или и без тебя знаю. Private detective. Private sucker. You can be talked into anything. Тот переводчик, на мой взгляд, предлагает отличный вариант. Детектив частный, кретин несчастный. То есть мы сохраняем эту рифму private, частный несчастный, то есть через звукоподражание. И, по-моему, перевод получается даже лучше, чем оригинал, более выразительный. Обсценную же лексику в целом рекомендуется переводить более общими словами, чтобы не уйти в какие-то не те дебри. Потому что обсценная лексика в любом языке очень сильно укоренена в культуру и даже, можно сказать, в бессознательное. И поэтому, если мы будем переводить ее буквально, есть большой риск уйти не в ту сторону, и цена этой ошибки будет высокая, поскольку обсценная лексика, как известно, имеет повышенную эмоциональную нагрузку. Именно поэтому я не согласен переводить кино с использованием русского мата, потому что русский мат – это вообще отдельное, уникальное явление. Но, окей, коллеги, эта тема, я думаю, для отдельного ролика. Если вам она интересна, конечно же, напишите нам об этом. А мы продолжаем наш перевод. Don't rub it in. Не начинай. Rub in – это втирать, втолковывать. Ну, да, втирать, пожалуй, это будет самый такой точный эквивалент, если мы хотим найти именно жорганизм. Ну, здесь, конечно, мы его употребить не можем, потому что втирают что-то и в других нескольких ситуациях. Здесь мы скажем «не начинай». Ну, и опять же, тот же случай невозможности переводить сленг буквально. Why waste your life teaching? Start living. Get where the money is. Сколько можно прозябать в учителях? Начни уже жить. Делай деньги. Junior partner. Junior moron. Младший партнер. Ага. Недоумок ты, а не партнер. Тут опять же мы передаем эту итерацию junior, junior через повторение слова партнер. И стараемся сохранить разговорный стиль с таким искренним посылом обращения к читателю в том числе. I know, I know. Да, понял я, понял. Ну, английское know имеет, как известно, гораздо более широкую семантику, чем просто знание, поэтому знать тут особо нечего. Лучше сказать понял. He's gone. The money is gone. Neither one of them is coming back. Он смылся и деньги прихватил. Больше ты их не увидишь. Get out of here. Get a job. Start teaching again. Ну, get out – это убираться. В русском языке мы не можем сказать сами себе «убирайся». Это будет совсем как-то странно, да? Поэтому нужен какой-то сильный тоже аналог. Переводчик предлагает так. Поднимай свой зад. Ищи работу. Вернись в преподавание. In the middle of the semester. Посреди учебного года. Да, как это ни странно в русском языке. Посреди учебного года. Это как раз таки и есть где-нибудь октябрь, ноябрь. Хотя, на самом деле, это середина полугодия. Но вот в русском так не говорят. И уж тем более мы не будем говорить «семестр». Get a job then, where you don't need brains, because you haven't got any. Ну, тогда найди работу, где не требуются мозги. Ведь у тебя их нет. And I stared down at the quarter and thought about a joint bank account that was no more and a partner who was in South America or South Africa or South New Jersey. And when I looked up, the little old grey-haired lady was looking lost in the big chair. В общем, and. С матрюги на четвертак. Да, в английском у нас завершенные действия stand. Но поскольку дальше мы поймем, что оно выступает неким фоном для появления дамы, лучше перевести это протяженным настоящим временем. В русском языке вообще обращение с временами, как известно, гораздо более свободное, чем в английском. В общем, смотрю я на четвертак, размышляя о совместном банковском счете, которого больше нет, и о партнере, сбежавшем то ли в Южную Америку, то ли в ЮАР, то ли на юг Нью-Джерси. Потом поднимаю глаза и вижу, что в кресле big chair с потерянным видом сидит пожилая седоволосая дама. Давайте еще раз прочитаю перевод этого длинного предложения. В общем, смотрю я на четвертак, размышляя о совместном банковском счете, которого больше нет, и о партнере, сбежавшем то ли в Южную Америку, то ли в ЮАР, то ли на юг Нью-Джерси. Потом поднимаю глаза и вижу, что в кресле с потерянным видом сидит пожилая седоволосая дама. Это кресло, опять же, мы можем перейти в настоящее время, это кресло-единственный приличный предмет мебели в кабинете, если не считать, except рабочего стола, который я, правда, запачкал ботинками. Понятно, что мы не будем говорить каблуками или подошвами, гораздо лучше применить гипероним, классифицирующее понятие. Тут, коллеги, хочу сделать небольшой комментарий. Мы переводим офис как кабинет, семестр как учебный год, в крайнем случае полугодие, блоттер как бювар, а не блоттер, хотя слово блоттер тоже существует. Возможно, в каком-нибудь техническом или коммерческом тексте лучше было бы как раз сказать семестр, офис, блоттер для облегчения работы переводчика, для единства терминологии. В художественном переводе ситуация ровно обратная, лучше подбирать наиболее исконные русские аналоги. В целом глобально для переводчика есть две стратегии работы. Первая называется доместикация, вторая форинизация. То есть мы стараемся либо подобрать какой-то свой русский аналог, либо подбираем эквивалент, наиболее близкий к тексту оригинала. Ну и сегодня большинство мэтров художественного перевода сходятся во мнении, что для литературного художественного перевода наиболее уместна стратегия доместикации. Чтобы наш перевод был именно переводом, то есть чтобы это была переработка текста и погружение реалий в наш родной русский язык. The chair, of course, was due to be repossessed any day now. Стул, кстати, уже описали due и со дня на день должны были забрать repossessed. То есть тул должен быть передан во владение кому-то. Тоже очень удачный перевод, на мой взгляд, здесь представлен. I must have looked startled. Ну тут хочется сходу перевести, что я, наверное, я выглядел испуганным. Но если мы хотим добавить, так сказать, экшена и отразить сам факт появления эмоций, что, собственно, и передает английский past simple, то лучше сказать, наверное, у меня на лице отразился испуг. I hadn't heard her come in. Я не слышал, как она вошла. I knocked, but you didn't seem to hear me, she said. Я стучала, но вы, похоже, не обратили внимания. Но вы, похоже, не слышали. Сказала дама. Her faded blue eyes twinkled. Ее тусклые голубые глаза блеснули. Shall we talk business? Я к вам по делу. Да, именно так говорят в подобных ситуациях. Business, I said. По какому еще делу? Спросил я. I want you to find a man. Мне нужно найти одного человека. Буквальный смысл английской фразы следующий. Я хочу, чтобы вы нашли одного человека. Но понятно, что если мы приходим к кому-либо и обозначаем ему некую потребность, то само собой разумеется, что мы хотим, чтобы адресат нашей просьбы поучаствовал в разрешении нашей потребности. Поэтому мне нужно найти одного человека. Это отличный и исчерпывающий по смыслу перевод. Что ж, коллеги, на этой интригующей ноте я сегодня закончу. Данный перевод был выполнен замечательным художественным переводчиком Михаилом Молчановым. Мастер-класс, которым совсем скоро состоится в стенах нашей школы. Приглашаю всех участвовать. А 4 февраля следующего года мы запускаем целый курс художественного перевода. Коллеги, спасибо большое за внимание. Всем желаю успехов, процветания и интересных, захватывающих переводов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok